ребята всех приветствую подъехали на объекте город люберцы разложили инструменте комнате вот такой балкончик у нас очередная крыша пятый этаж обратно она течет у нас материал здесь андулин створочки по замерзли сейчас немножко потает откроет это все сверху там шапка льда сейчас потолочек будет демонтировать разбирать смотреть чего у нас там внизу каркас какой и соответственно от этого будем отталкиваться смотрите что у нас будет получаться разобрали потолочек у нас смотрите здесь какие все эти пузо может вам не видно но здесь вот пузо просто огромное вот отсюда видно видите как андулин у нас здесь все течет обращение к андулистам андулисты это кто любит материал андулин до накрывать соответственно вы когда делаете этот каркас то все сделано металлический уголочек все хорошо молодцы вопросов нет ну почему мы бросьте вот так просто обрешетку деревянную еще чтобы вот этого пузо не было чтобы жесткости было чего вот так удалепили этого горбатого вот все копать все течет здесь вот видите дырка вот такая красиво или от сосулек пробила или когда чистили ответьте минус в том то что не бросили вот так и поперечек флаг да параллельно задней стене вот это весь андулин он мягкий материал вот так от нагрузки снеговой и льда он соответственно весь прогнулся ну что ребята кому сосульку а записывайтесь в очередь смотрите какая красавица смотрите опа такая на голову если упадет мало не покажется так что их нужно взбивать слава богу у нас здесь зеленая зона здесь нам как говорится ты туда не ходи ты сюда ходи такой человек нам точно не нужен здесь внизу все это сейчас сбиваем все снимаем и делаем новую крышу так сняли один лист так лазим ветер на стремяночка все скользко здесь у нас смотрите какая ерунда примыкания нет зачем оно надо принципе да так люди думают вот здесь вот такая шапка льда снега лед слава богу сейчас минус 4 на улице более-менее этот снег откалываются нормально все сейчас эти сосульки от тепла начнут капать конечно тоже себе такое удовольствие будет когда тебе за шиворот капает прям в эту ячеечку а эта ячейка должна просто гореть от работы кипеть чтоб тебе было комфортно так ребята сделали мы демонтажек вот такой вот у нас демонтаж получился все прошло довольно быстро хорошо гладко если так бы все крыши бы демонтировались бы от снега и льда то это было бы конечно бы радость бы сейчас кидаем деревянную обрешетку здесь у нас москитные сетки по центру металлические стоят но как они москитные сетки они вроде и москитные сетки и специально от кошек сделаны из металла то соответственно эти кошки они туда снаружи не выпали и они у нас служат как стойка как стойки соответственно центр у нас не прогинается на снеговых нагрузок потому что не жалоб не было и мы соответственно когда эти все стекла снимали они у нас получается были в расслабленном состоянии это радует потому что снеговая шапка она была здесь ну максимально я так считаю потому что конец января много снега выпало соответственно 10 10 видите крыша дома основа перекрывает больше половины нашего балкончика соответственно здесь снег лежит только в этой зоне и давить немножко по килограмм то может 100 200 максимум это все укладываем первый лист вот так это все мы уложили здесь мы смотрите видите попали на вот такие вот кирпичи нашим примыканием соответственно ну здесь ничего не сделаешь только если каждый кирпич до его выравнивать по плоскости но кто это будет этим заниматься и нахера она надо потому что здесь у нас смотрите козырек перекрывает большую часть нашей крыши считай половину нашей крыши перекрывает по задней стене вода не течет вот можете посмотреть примыкание на том балконе там дальше соответственно его нету здесь и раньше не было примыкания до когда был андулин по задней стене вода не текла мы вот так вот берем то что я придумал да вот так взять пену это все запенить чтобы у нас в дальнейшем сюда если не дай бог здесь снег наметет что здесь у нас по задней стене вода точно не бежала но это самый такой идеальный будет результат напишите свое мнение как лучше сделать спасибо запенили мы это все примыкание спина здесь ничего не случится снег туда заметать уже попадать точно не будет еще раз показывают и крышу и здесь точно так вы видели как мы демонтаж сделали вот этот участок до отсюда он полностью сухой здесь мы видите кровельные саморезы полностью все герметизируем чтобы у нас эта резинка не треснула как показывает практика и люди пишут на то что бывает а в течение пяти лет эта резинка она пересыхает резко это саморез может водичка забегать вот почему мы герметизируем кровельные саморезы здесь смотрите у нас три волны перехлёст 1 2 и вот это третье мы верхнюю нижнюю волну мы герметиком все промазываем и сверху сейчас будем укладывать лист прикручен кровельными саморезами это все дело и получается металл к металлу прилипнет вот так вот и герметик высохнет и он получается будет как монолит его уже вода когда будет сюда подмораживать его уже не поднимет и не выпущет и сюда вот не пойдет как-то так смотрите дальше закончили мы накрывать крышу вот так вот наша крыша это смотрится теперь вся ровненько кровельные саморезы все загерметизированы перехлёсты все загерметизированы все жестко все классно обрешетки у нас достаточно да у нас здесь три сейчас мы еще снизу подложим еще вот здесь вот здесь вот по центру четвертую да здесь у нас пенный шоу вот так мы это все заделали да все запенили соответственно вода у нас по задней стене не бежит не пишите мне всякую хрень соответственно пена у нас не она на ультрафиолете немножко пожелтеет и будет у нас цвет кирпича тоже желтенькая будет все прекрасно и хорошо смотреться в принципе здесь никто не не видя да ничего у нас тут деревья и чё тут любоваться эта крыша самое главное чтобы ничего не текло и качественно все было сделано так показывает снизу вот так все сделали это у нас пенопол самоклеющий на каждую волну вверх-вниз прошли приклеили меньше на греметь будет глухой звук сейчас это все еще запенится сейчас вылезу покажу как это все смотрится вот так у нас наша крыша смотрится все все идеально смотрится все видите как все все кровельные саморезы стыки волны все загерметизировано все наглухо здесь подтекать эта крыша никогда не будет если ее ломом не пробьют сосулька ее точно не пробьет потому что 0,45 металл сейчас вот эти все щели все вокруг пройдемся все запеним и кинем сюда еще одну речку доску так все запенили кинули об решеточку видите еще пятую для жесткости говорится хуже не будет потом решетки наоборот об решетка на всегда дают жесткости пенопольчик проклеили реки шумоизоляция от конденсата меньше сейчас заказчик еще сюда попросил сделать пеноплекс до 30 сейчас все заложим 30 пеноплексом чтобы у нас не конденсировала принципе здесь холодное остекление да я пенополом уже принципе конденсировать не буду перестраховаться заказчик попросил черт но сделаем вопроса нет так что вот таким вот образом сейчас по щелчку у нас поменяется все будет пеноплекс смотрите оба у нас вся крыша утеплена пеноплексиком все красиво нигде не будет у нас теперь конденсировать теперь заказчик будет точно спать потому что у нас и пенофол и пеноплекс наши крыши теперь будет защищать от нашего конденсата сейчас зашиваем потолочек так ребята закончили объектик вот так наш балкончик смотрится теперь все зашито все вернули обратно протерли потолочек протерли подоконник после на что было красиво чтоб не было срача никакого за собой не оставляем вот это лицо вы видите в такой одежде но это рабочая одежда в офисах мы не сидим что ныне протираем приезжаем делаем вот этими руками такие вот красивые крыши самое главное качественно что заказчик спал зимой спокойно что у него протекания никаких не будет стараемся делать без головняков это наш как говорится можем так сказать девиз пускай будет стараемся делать без головняков и без обмана так что заказывайте у нас крыши чтобы у вас они никогда не протекали до скорых объектов пока